В этом году клещи проснулись раньше положенного срока. И всему виной гродненские энтомологи назвали «теплую зиму». Из-за того, что температура не только днем и ночью часто поднимается до 5 градусов тепла, спячка клещей закончилась раньше. А это значит, что их численность в таких благоприятных условиях уже начала неумолимо расти. Клещи – это в первую очередь переносчики разного рода заболеваний и представляют опасность как для людей, так и для домашних животных. Бороться с ними можно и нужно, говорят специалисты. Важно проводить уборку на приусадебных территориях, убирать листву, регулярно прореживать кустарниковые растения и обрабатывать территории специальными средствами от насекомых. Из бюджета города ежегодно выделяется средство, чтобы облагородить зеленые зоны и сделать их максимально удобными и безопасными для отдыха горожан на природе. Как правило, корицидные обработки приурочиваются к физиологическим пикам активности клещей. Первые обработки обычно проводятся во втором квартале мая. И вторая обработка, как правило, в августе. Но могут быть сдвиги в графиках, потому как учитывается и температурный фон, и, конечно, не должно быть дождей. Энтомологи предупреждают, заразиться клещевым энцефалитом можно и без укуса клеща через домашних животных. Так, например, некипяченое козье молоко и продукты его переработки, не прошедшие тепловую обработку, могут стать причиной заболевания. Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от кровожадных насекомых, на прогулку стоит надевать одежду светлых цветов, желательно закрывающие все кожное пространство, высокую обувь и головные уборы. А также использовать репелленты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова